Всем привет! С вами Эдгар и мой видеоблог мысли от Эдгара. Сейчас еду на встречу с уфимским известным видеоблогером. Зовут его Ильдар Гузаиров. Его основная движуха это вебинары, уроки, продвижение по ютубу, коуч-менеджер, в общем просто свой видеоблог там ведет. Много подписчиков, много просмотров. Я его давно уже знаю, но вот тут решил встретиться. У меня такая цель познакомиться и общаться со всеми блогерами, реальными блогерами, которые серьезно занимаются своим делом в Уфе. Так что смотрите встречу. А это между делом город Уфа. Май, на улице дождик. Никак холодрика не уйдет. Приходится одевать куртку. Смотрим дальше. Между делом засниму. Здорово. Айдан, Сберыч, я заскочу денежку обновить. Давай, сейчас я застар, да? Сейчас мы зайдем, попьем кофейку. Но пока Эльдар снимет свои миллионы. А я его подожду. Сейчас chillout. Это ниггерский район. Здесь опасно ходить в белом. Особенно в белом с бородами. Поэтому Эдгар вдвойне рискует. Посмотрите. Ну, со мной Эльдар, если что, прикроет мою задницу. Так что ничего страшного. Я боялся мой кольт. Эти ниггеры боятся, когда я руку держу здесь, а не думаю, что я сейчас выхочу стволом и отструлю. Это у нас центр города. Называется это chillout. Аут. Здесь я в ауте, походу, делаю. Здесь кофе, надеюсь, есть, да? Чай, кофе есть. Ну, не знаю, насколько оно хорошо. О, прикольно. Замутили картинки. Здесь, в принципе, всякие мастер-классы проводятся очень часто. А ты здесь тоже делаешь, да? Ну, я здесь делал разочек. Вот. А дальше надо бы кучу дел, понимаете, сквести, да тоже сделать, чтобы побольше. Ну, здесь вижу, вместимость не особо большая, то есть, вот здесь, человек, 50 надо вместить. То есть, человек, 200, ты соберешь, то есть, 50, 50. Ну, 50, тоже неплохо. Ну, наше время интернете. Вот, видишь, туалет, экстременциальный процент. О! Тубзики. Разноцветные тубзики. Привет. Синевой. Здрасте. Нам можно... Не против, да, камеры? Нет, нет. Они все знают. За, наверное, только, да? Бесплатно. Между делом, да. Реклама будет вам. Понятно. Так, пойдем на эту секунду. Здесь, короче, давайте немножко стоять сюда. Здесь игровая комната. Человеки просторолицы, а может быть тоже. Ну, прикольно, кстати. Сюда приходишь, как бы, футбол там с кем-то здесь. Вот, как бы, здесь администратор, либо те, кому там не хотел играть. Вот эти штуки везде сейчас стоят, да? Да, Эксборусы все-таки. Это какая-то организация, да? Кто-то замутил, по всему городу есть. Ну, это просто прибыльно, потому что все молодежи играют. Но... Здесь, как бы, все стоят, еще и корку пьют. А, здесь игровые, да? Темы, игры разные. Здесь, короче, всякие настольные приходят здесь. Блин, что-то я не знал, кстати. Ну, вот, знаешь, типа. Даже книги можно почитать, да? Да. Но они, в основном, для школьников всякие. Манго там, шманго. Нормально, пианино прикольное. Да. Рабочая, да? Да. Да. Это бесплатная реклама. Если мои подписчики тут хотят знать. А тут что? А, тут VIP, да? Что-то там. Ну, тут как бы просто. Отдельно. Тут для девочек. Chill out. А ну, вот тут доска, да? Прикольно получается. Здесь можно написать, порисовать. Короче, куда-нибудь сейчас засядем. Что, сюда? Да. Давай здесь сядем. Вот здесь вот сядем. Можно чай, кофе взять. Вещи просто кинем. Давай. Чаек, кофеек. Вот тут игр. Это эти? Монополия, да? Тут монополия, чего только нет. Да. Да, дофига чего. Ты вообще столько играешь. Надо будет с женой сюда приехать. Здесь месяц с женой можно приехать. В каждой игре, короче, есть инструкция. То есть можно взять. Поиграть, да? Посмотреть, почитать. Нормальная тема. Я так понял, ты здесь постоянно, да, зависаешь? Часто, да. Нет, потому что тут близко к месту, где я... По ходу дела я тоже здесь буду. Но, видишь, кофе как-то вот здесь готовится. Ты смотри, что будешь получать. Чайный кофе. Тут, в смысле, все самостоятельно? А потом туда идешь, оплачиваешь, да? Нет. Здесь, короче, оплата почасовая. Первый час стоит 2 рубля в минуту. Нифига. Вот это я первый раз такое слышу. Это место называется анти-кафе. Забеж. Я первый раз в Москве в анти-кафе даже пошел. А, анти-кафе. Я там был такое. Только я что-то не внедрялся. Мне просто чисто удача. Анти-кафе, короче, вот такое место, где можно потусить сапаты за время. Вообще, тем появилось где-то года 3 назад. В мире даже, по-моему. В России вот год-два назад. Ну, может, я не могу. Вот примерно так. Куфе, короче, их вообще мало. По-моему, 2-3, 2-3. Они появились реально в то же время, как это хостел. Здесь тема хостела. Ну, хостел я знаю, да. Они все за рубежом давно были. Хостел это у нас только тема. А кофеек там чисто, да? Да, кофеек в порядке очень. Печеньки, короче. Чай, печеньки, все бесплатно. Здесь, если покушать нельзя, да? Нет, здесь нельзя покушать. Здесь можно потусоваться. А, ну, понял. Чай, кофе посидеть, поиграть и полотеть за сколько сидеть. Первый час. Интересная тема. Слушай, не водишься с этими... Барни там, готовка, да, вся. Такие недели. И, короче, фишка в том, что первый час стоит 2 рубля. Второй час стоит... Второй, последующий. То есть, ты, грубо говоря, на 3 часа забурелся. Так, ну-ка, подскажи мне, а, здесь. Давай посмотрим. Тут по чашке, да, по ходу дела? Это у нас что, большая, маленькая? Это у тебя, по ходу, маленькая. Маленькая? Ну, давай серединочку, да, выберем? Так, куда жать-то? Это у нас есть, это есть, вот это. А тут вариантов, наверное, нету. Особо нет. Так, или крутить надо. Девушка, вы разбираетесь? Как нажать, да? Кофеечек, как организовать? Может, девушка снять, это повышает просмотр. Ну, давайте. Вы обзоры снимаете, что ли? Да, мы в Ютубе снимаем обзор на кофейную машину. Но она не работает, по-моему. Как не работает, только что... Так что парень наливал. А это позовем.